Итак, я начинаю свое путешествие через полуостров Таймыр к мысу Челюскино, к самой северной точке Евразии, России. Мне предстоит пройти около 800 километров. Путешествие состоит из трех этапов. Первый этап это дойти до гор Беранга против течения по рекам. Будет немножко озер по пути, несколько волоков, где-то 250 километров. Потом мне надо будет пересечь горы Беранга около 200 километров и дойти до реки Жданово, откуда уже сплав, третья часть путешествия, три сплава по трем речкам, связка из трех рек. Тоже около 300 километров. И в конце дойти всего 17 километров, там останется до мыса Челюскино, после впадения последней речки в море, Карское море. Надеюсь пройти за полтора месяца, чисто ходовых дней, но там как будет погода, непогода, посмотрим. Время пока есть, продуктов много. Папка с надписью Таймыр давно лежала у меня в столе, с картами отдельных районов, со статьями из журналов про овца быков, которых люди заселили на суровые земли этого полуострова, про экспедицию на парусном катамаране на остров Бенета по следам барона Толля, что наш хуни-заря отправился на открытие новых земель и зимовал у берегов Таймыра. Я долго ломала голову над построением нитки маршрута. Начальной точкой маршрута я избрала устье реки Гусихи, что впадает в Хатанский залив в 30 километрах от поселка Сын-Доско или в 110 километрах от поселка Новорыбное. И вот 10 июля 2021 года я пришла в поселок Новорыбное на рейсовом судне Таймыр. Погода на Таймыре суровая. Даже летом температура не часто поднимается выше 10 градусов тепла. Здесь часто ветра. Комаров скажи много, прямо вообще рой. Да, сегодня вылет комаров, потому что наконец-то закончилась сильно ветреная штормовая погода. И сегодня можно спокойно грести. Ну вот, на попутной лодке едут ребята за дровами. И я тоже с ними часть пути по Хатанскому заливу. Верхом на квадроцикле. Плавание по большой открытой акватории я не люблю. Чтобы чувствовать себя уверенно, тут нужна лодка, обладающая хорошими мореходными качествами. Каркасно-надувная байдарка с закрытой декой. Но она тяжелая. И я решила взять на маршрут свой старый добрый надувной пак-каяк. И до старта добираться на попутках. Вот. Помогли мне ребята заброситься вот сюда. С Новорыбного. Да, спасибо огромное. Провезли меня больше половины пути до входа в гусиху, где я уже дальше буду подниматься на веслах. Показала ребятам, как надула лодку. И они уже отчаливают, потому что начинается отлив. Люди уходят в тундру. Следующей точкой, где я гарантированно смогу встретить людей, будет лишь метеостанция на мысе Челюскин. Надо бы, конечно, отплывать, но очень хочется попить чайку после всей этой утомительной дороги. И тут есть возможность развести костер. Это ведь не везде здесь можно сделать. Только вот тут на побережье, где есть плавник. А дальше у меня будет только... Только на газовой горелке буду готовить. А сейчас чаек. У меня столько сухарей и хлеба еще. Надо скорее есть, чтобы объем поменьше был. А то еле в лодку залезает. Так, надеюсь, сожгется. Гори, гори, ясно. Чуточки. Плавник хорошо горит. Комаров поменьше дым. Дым отгонит. Давай, разгорайся, дорогой. Вот такое безлюдное побережье. Надо же, море Лаптевых. Залив море Лаптевых. Обалдеть. Вот лодку кое-как загрузила. Сейчас много. Вот эта вся еда, которая в этом мешке, это на пеший переход на месяц. А сейчас мне еще две недели до этого пешего перехода грести и волоками идти. Ну, расскажу еще. И тундра. Вокруг тундра. Ну, и, конечно, мой верный рюкзачок. Второй тоже будет загружаться. Сухая рыба. Чаек и все. Быстрее в путь. Ну, на самом деле, там вход в реку лучше заходить по приливу. По приливу. А сейчас отлив так же нормально. Раз часов за 5-6 дойду эти 25 километров и по приливу зайду в устье. Отлив. Это у меня погрузка, пока только первая часть груза. Сейчас надо будет нормально. По лужицам поволочиться немножко. Вон туда. И туда уже принести вторую часть груза. Ничего. Вода чистая. Прозрачная. Отлив. Пока отлив. Как мне не хотелось, но все-таки часть пути до старта. Мне придется идти по Хаттенскому заливу. Рассматривая на космических снимках, я часто видела мелководья вдоль северного берега. Протяженные языки милей уходящих далеко от суши. Что такое плавание по меликам да ветер, я хорошо помнила по дельке реки Пиктемель на Чукотке с северным ледовитым. Как шагала по щиколотку в воде в нескольких километрах от берега, тащила каяк за собой, а весло убегало от меня на песчаных отмелях, чуть выпусти его из руки, а каяк приподнимала и закручивала пропеллером. Нет, повторять такое не хотелось. И как же я обрадовалась, когда заранее мне удалось договориться с местным жителем, о заброске к месту старта на моторке. И я распечатывала карты на маршрут, начиная ровно от устья Гусихи, без Хаттинского залива в его начале. Но обстоятельства поменялись. Мне любое море, море по колено, а мне любые горы по плечу. Да, вдоль берега здесь тянутся меляки. Сейчас вот то сажусь на мель, то отхожу от нее. Вдалеке надо от берега держаться, чтобы не цепляться за дно. Мыс Поворотный, то ли этот мыс Поворотный, то ли все-таки он еще вон там. Сейчас определюсь. У меня на этот участок даже карты нет. Подробный. Пока вроде еще отлив, я рискнула выйти на берег на высокий мыс. Ах, красотища! Но мыс Поворотный, похоже, все-таки вон там впереди. Вот такой здесь берег. До сюда нам приходит, доходит прибой. В них валяются метки. Вот он береговой обрыв. Где теоретически могут вымываться кости всяких доисторических животных. Ну, и мамонтов в том числе. С обрыва скатываются. И все это очень мягкое. Лодочка моя меня ждет. Все нормально. А рядом там камень. Большой. Весь берег в полярных маках. Пионеры песчаных откосов. Интересно, здесь вдоль берега такая взрытая песчаная полоса. Дальше понижение и тундра. Уже тундровая растительность. Вон там озерки. Интересный цветок растения. Я даже не знаю, что это. Трава здесь выше, чем вот ива. Ивовый кустарник. Вот они, маленькие ивочки. Их. Дров, наверное, практически не будет. Вот еще какие-то. Ох. А вы знаете, меня очень радует. Вон те далекие-далекие горки на горизонте. Я сейчас не могу сказать, как они называются, но где-то мимо них я буду проходить. У меня там, да, впереди будут возвышенности в болотной низменной части маршрута. Перед горами Баранга еще. Ну, а вот и триггопункт. Ядезический знак. Здесь вычислялись точные координаты этого места, когда составлялась карта без спутников. Раньше. Такое заметное место, приметное. Вот. вот вот эта точка, которая измерялись координаты, которая прям под пунктом стоит. Вон моя лодочка. А все-таки, черт возьми, здорово. Чувствую себя первопроходцем, землепроходцем. Вообще, какие просторы здесь. Это просто фантастика. Вот только ради просторов уже можно сюда приезжать. Просто сердце просто поет. Я не знаю, вообще, меня спрашивали, страшно, не страшно. Вот когда я здесь, мне уже ничего не страшно. Мне только замечательно. Вот так вот. Как хорошо, что я успела на полярное лето еще. Тундра! Здравствуй, тундра! Мелики. А мне любое море, море по колено, а мне любые горы по плечу. Мелики. Да, чувствую, здесь немного неуютно. Надо бы прогребать скорее эти места. Но спешить совсем не хочется. Удивительный свет солнечных лучей. Далекий тригапункт на мысе поворотном, видимо. А ведь это, похоже, маяк на мысов. на этом берегу плавника навалом. Да, здесь под этим маяком прям склад целый. В этом складе дров ищу палочку. Вот, одну нашла. Стойку для палатки. Одну-то я на весло ставлю, но вот это вроде ничего, но может лучше найду сейчас. Пока не унесло лодку, прием. за мысом поворотном обстановка изменилась. Здесь сразу началась волна, холодный ветер. Комары почти пропали, но может быть еще и потому, что сейчас ночь, холодно. До устья гуси уже не успеть, устала. отлив. Пока поставила лагерь, поела. Уже стало совсем светло. Пол четвертого утра. Такой здесь берег. много плавника, песок. Впереди уже виден тригапункт. Какой-то еще один. Много их тут. Вышек таких. Загружаюсь на приливе моих страшных следы. Где же я не знаю. Видите, как он выносит. Не берешь. Ой. Вода мудрец нанесла. Ветром. Вода пресная, на удивление. Залью брала вчера. Берег такой вот весь завал плавника. Вот и маяк. Трига. Маяк отмечает мель здесь большой. Большая коса длинная уходит далеко в море. Сейчас намель села вдали на берега. Да, мелкий здесь у берега залив хатунгский. Хорошо ветер попутный. На меляках волна играет. Здесь уже небольшая. Я за мысом уже спряталась. Меньше ветер. Ну вот ветер изменился, падал с берега. Удаляться далеко теперь страшно. Вот то иду, тащу с собой лодку, то грибу, спля весными дно. Но чтобы быстрее продвигаться вперед, удалиться от берега все-таки пришлось. Качаясь на волнах, до боли в глазах сматривалась я в плоское побережье, чтобы не пропустить вход в устье. Волна уже временами захлестывала в каяк и в какой-то момент мне стало так страшно, что я решила выбираться к берегу. Шел отлив и вода стремительно убегала от меня. Я просто бежала за отступающей водой и тащила за собой каяк, не жалея его шкуры. Нашла я себе приключение. Сильный ветер, нелики, далеко-далеко в море заходит, там волна такая нехорошая. И потом не понимаю, может быть уже это мой залив. Оставила лодку, там далеко, на милях ее вытащила. И вот в одну ходку сейчас ходила к берегу, выложила часть вещей. До берега не дошла, тут, я не знаю, от лодки километра два, наверное. Да, вот такая здесь я буду ждать прилье на берегу. Гиблое дело. Теперь дотащить лодку с одной гермой для остальных вещей. Много-много набрала на первое время сухарей, рукой надо будет сокращать. Здесь начинаю таскаться. Все, до берега теперь дойти с лодкой, с рюкзаком. Все, там будут смотреть ситуацию, сколько там осталось. До устья гусихи совсем недалеко. до берега не дойти, засасывают ноги. Хотела мешок принести, пришлось бросить. Вернулась за лодкой. Последний рывок. Ох, сейчас буду от лишних вещей избавляться. Елки-падки. Надо же, кто бы мог подумать, какие тут будут у меня. Ой, ай, ай, блин, это я чуть не упала. Засасывает. Все, я спаслась. На суше. Сейчас говорю, у меня такое впечатление, что, может быть, я в правильном месте выбросилась на берег, потому что вон там протока, может быть, это как раз здесь Балахня и Гусиха, еще один приток несколькими руслами впадает. А это необитаемые острова в дельте этих рек. Чувствую себя в нерпевшей перед выкрешения, смазшимся на суше. И в чем-то действительно так, я не знаю, я сейчас нахожусь, но и так раз у меня повезти, пусть вот здесь Гусихи только попала куда надо. Бывай, сейчас нужно отдыхать. А вот это километра два, наверное, тащила, если не больше. По такой няше. Вот он, обрез моей карты. Я тут что-то от руки нарисовала. Посмотрела у Виталия Атласова карту, двушку. Тоже не очень подробную. если я где-то сейчас здесь, это отлично. Дальше все будет нормально. Дальше уже карты есть. Да, вот, здесь все, все меляки. Сплошные меляки здесь. Особенно в отлив. Похоже, да, вон тот дальний мыс, который я вижу, это вот, здесь высокий мыс. Вон он там на горизонте. Похоже, вон. Но хорошо, что дальше не уплыла. Вон там вон он, вон он, очень похоже. Сейчас буду определяться. Хотела, хотела выйти на коренной берег, но вот тут вот его отделяет протока. Я надеюсь, вот сейчас иду, разведываю. Надеюсь, это одна из речек, которая, которая имеет одну большую дельту, совместную, вот, Ледобка, Булахня и Гусиха, которая мне нужна. Если это Ледобка, вот эта вот первая река, все, я сейчас перетащусь и пойду по ней. Ну, приливы дождусь, потому что она здесь, прилив, может быть, да, побольше будет воды. Не, это какая-то тупиковая протока. Мелеет, уходит в сторону куда-то. Вышло солнышко. Осветило красоту вечернюю. Там вдали море. Бухатовский залив. Я ищу речку и пуюсь вот такими красками. Просто мол, видите, какие цвета. Но русло реки все не могут найти. Не могу определиться, где я без карты. чемпионка мира. По ориентированию. Не боялся. Что же коглановский плавничек. Кажется, я обнаружила речку вот тут за таким завалом плавника. река. Там где-то вдали ее устья. Видно сюда большие шторма заносят по реке. В прилив она принимается и заносит скот. Прокираюсь через эти бури лома и видится большая пищка. Я недалеко от нее, так что будет прилив. Надеюсь, смогу до нее на устье добраться по морю. Исследую эту протоку, но она уходит куда-то слишком левее. Долго сверяю положение на местности с картой, в которую я еще не вошла. Здесь еще кобус работает плохо. Стрелка неустойчиво показывает направление сторон света. И все голое, плоское вокруг. Как тут ориентироваться? Меня вдруг одолевает сильнейшая усталость. Дальше в тундру идти нет сил. Нет сил идти обратно. Ложусь на землю и какое-то время закрываю глаза. Все, мне не дойти до мыса Челюскин. Я еле доплелась обратно до места моей вылазки с отмелей. попутный мне ветер и весь огромный отмель залило водой. Я думала она не зальется. Нет, все отлично. Все-таки с приемом вечером я отправилась на поиски устья реки Гусихи. Вот, похоже, это она. Но мои надежды не оправдались. Устья не было и снова начинался отлив что такое таймыр постоянный ветрюган практически и полное отсутствие камней на побережье Хатанского залива приходится палатку заваливать деревяшками наконец-то я выспалась и панические мысли отступили но пока я спала пол палатки сорвало но несмотря на это я продолжала спать а потом вылезла и завалила палатку плавником понадежнее хорошо, что еще пока не шел дождь комаров такой ветер не бывает как говорится жду в море погоды жду прилива и даже не знаю сколько еще до устья гусихи в море это палатка новая не проверена еще в боевых условиях страшно мое лезбище здесь песок мокрая травка побережье на двух пенках вон жилет под себя подстилаю вода подстилю отлив за водой ходить далеко не можно ручейки найти но я заранее приготовила вон там островки Сейчас будет прилив, но по такому ветру не знаю, по дуле. Хорошая горелочка, можно медленно огонь делать. Она практически и так готова. Испытываю горелку за ним. Дождь идёт полосами. Нет, сегодня не поплыву. Я очень хорошо прочувствовала, как тяжело ходить без карты. И на один кусок маршрута в начале у меня нет ни ближайшей карты, и поэтому я решила сделать его вручную, на всякий случай. Мало ли, вдруг она замокнет как-нибудь под дождём. Так что копия не помешает. Жду, когда начнётся прилив вечером. Думаю, ещё ветер лучше стиху побольше. Много досталось, до гусихи всего ничего. Я думаю, что я просто не дошла. Сутки уже здесь нахожусь, пока пришила к палатке ещё дополнительные растяжки. Укрепила ещё кое-что. Колышки заготовила, чтобы в тундре, если не будет, там не будет камней сначала. И плавника не будет, чтобы растягивать. Ветер очень сильный и холодно, очень холодно. И черт. И черт. Даже под тентом ветер колышет пламя. Защищаю его стеклотканью. С приливом и попутным ветром я всё-таки вышла с низких берегов. И вот прохожу мысы. Следующая бухта, возможно, уже будет мазить. Препадает гусих. Ночь. Но светло. Не удержалась. Пришпилила лодочку. И поднялась наверх. Хоть с возвышенностью обозреть виды. Вот здесь хоть настоящая тундра. Собственно, это место для моих порций, всегда выше засequеносные углы. На мотоциклах. На мотоциклах я пошли. Ну, что ещё? Хотя interest was when I met up. Решение ходит миллиона метров. Здесь, наверное, была линия на песцов. Ставили капканы. Ставили уже. Прям наконец-то луч света. И у меня появилась надежда, что дойду до гусихи. Правда, в среде только низменный берег пока. Но вот там уже проглядывается. Где-то там должно быть устье моих рек. Солнце. Да, однако, еще идет прилив, слава богу, я еще смогу проплыть. Вот какую палку я сделала, чтобы закрепляться на этих низменных берегах. Все, отлично. Лодочка уже на плаву пока ходила. Нет еще. А все равно доплыву, возможно, до устья. Надо заходить туда с приливом. В случае, что еще переночеваю. О, солнышко, ой, какая радость. Двое суток непогоды пережидала. Как-то здорово, что... Мне кажется, здорово, что я все-таки вышла. Этой ночью. Мол первого. Солнце еще высоко. О, 73-я с лишним широта. Ну, вот и все. Начался отлив. А тут такой милляк, что идти невозможно. Залезла на тудровый холмик. Ой, буду сейчас ставить палатку. А вот что делается с моря. Без ветрия потеплело. Это хорошо, что комары. Значит, тепло. А вот... Уберяйтесь. Холстерий. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, сейчас будет хороший прилив. Ветер чуть-чуть с моря, с залива. Не будет отгонного ветра. Сильного вообще ветра нет. Жду, жду прилива. Тент уберу в последний момент. Моя палочка-выручалочка отмечает и уровень воды. Ну надо же, офигеть. Кажется, я вошла в карту. Не, в этих протоках, в низинах, вот я наконец-то залезла на маленькое возвышение. Под дождем шла. Под дождем хоть ветра не было. Вот они, протоки. Я на Гусихе, наконец-то. Вон туда зашла. Оттуда. С Балахни пришла. Все, карта совпадает с местностью. Наконец-то, комары пропали. Наконец-то я определилась. Вот она, моя река. И я вот на этом единственном маленьком возвышении среди всех этих просторов низменных. И вот впереди должен быть обрывистый берег 3 метра на Гусихе за поворотом. Сейчас, может, пойду гляну. Ну надо же, я уже 6 километров от моря, от залива. Елки-палки. А здесь еще прилив чувствуется. Я сейчас вот на меленьки села опять или лодку вытащила. Не, повторить, как я тут по этим протокам петляла, как в лабиринте. Туда-сюда, галсами ходила. Вылезала на какие-то небольшие возвышения, хоть как-то осматривалась. Не, ну это фантастика. Чтобы я еще раз на старт маршрута не взяла на всякий случай карту, больше такого не повторится. Ну и теперь все, я в карте. Теперь я знаю, где я. Теперь я на старте маршрута. Ужти-гусихи. Узенькая полосочка сухого берега, а дальше болото-тундра. С вечерним приливом я отправилась вверх по течению реки Гусихи. Она здесь внизу очень широкая еще. Но скоро вот за этим откосом, я думаю, там будет уже сужение. А то сейчас идти не очень легко. Хотя, конечно, прилив помогает. Речка сужается, берега уже ближе один от другого. И такая скорость у меня против течения, как будто я по течению грибу. Все, дальше уже будет прям уже и уже. Скоро будет хорошая камерная речка. Неужели? Какие глыбы тут откалываются. Вот вечная мерзлота вспучивает землю. Очень тонкий слой земли. Песок. А там внутри это линзы льда. Надо же, я-то думала песчаник. А это? Это каменная глыба. Наконец-то пошли камешки. Будет мне чем палатку заваливать на ветрах. О, а я думала, это песок спрессованный. Интересно, интересно. Гуси спят. Прячутся тут. Слышится, не видит. Это просто чудо. Вот так я их увидел первый раз. Я подумал, это бугры вспучивания. Копны какие-то. Травы земли. А это? Это овцы, быки. Обалдеть. Как мамонты все равно. Да исторические животные. Сейчас я подплыу поближе, их рассмотрю как следует. Обалдеть. Прям местные бизоны прям. Обалдеть. Вот это да. Вот это да. Настоящие овцы, быки. Обалдеть. Их завезли. Ой. Из Канады. В 73-м, по-моему, году. Всего ничего. Вот как они размножились. Где-то в 73-м году. 73-м, или 76-м. Забыла. На речку Бекаду. Это к западу от озера Таймыр. Вернее, к востоку. До туда километров 200, наверное. Но они сейчас, наверное, по всему Таймыр. Узнала, что их увижу. Думаю, что вот так вот первый день только вошла в тундру. Чудо. Травку кушаем. 30 штук. Всего 30 животных было завезено тогда. Из Канады. Ну вот сейчас уже целые стада. Целые стада. Этот болок я заприметила еще километр 3 назад, когда решила уже вставать на ночевку. Ну, смотри, что-то блестит в бинокль. Глянула. Тогда я овцубыков увидела. И вот этот болок. Ну, долго, долго я к нему. Сейчас вот уже против встречного ветра погребала. Ну что, вельк здесь хороший. Тундровые лужайки. 3 часа ночи. 4 часа грибла я от начала прилива. Но уже спать хотела последний час дико. И вот этот болок. Сейчас посмотрим, что там. Я, конечно, знала, что здесь где-то болок. Ну, я думала, что он дальше. Там, где поперечная река. А здесь он раньше оказался. Я сегодня не думала в нем ночевать. Посмотрим. Связки для сетки. Ну, кувалда-то кувалду вообще-то. Да. Ну что, открой я. Можелый так просто не открыть. Ладно, сейчас сниму. О, я чувствую, что-то холодно. Плюс 3 градуса. 3 часа плюс 3 градуса. И тут что-то притерто. Да, Таймур – это некий космос. Это космическое строение. Ну, как в нем не переночевать. Это экзотика. Ой. Это здесь. А, ну это предбанник. О, тут даже уже прям заходишь тепло. Ну, в принципе, мне местные говорят, что можно останавливаться. Посмотрим, что дальше. Ух ты. О. А что, очень даже ничего. Ой. Очень даже неплохо. Ух ты. О, кровать готова для меня. Здесь можно расстелиться. Так. Ну, что, для разнообразия можно переночевать. Печка, вон. Только чем топить, интересно. Укомойник. Можно непогоду пережидать. Если что. Ну, сейчас, слава богу, погода. Так. Че тут у нас? О чем топить-то? Да ладно, о чем мне топить? Мне можно не топить. Тепло. Ничего себе, здесь такие прям ножи лежат. Легкие. Я вот здесь без запас продуктов лишних оставлю. Мало ли что. Ну, держалась. Нашла щепочек. Затопила. Сразу стало такое уютно. Ух. Пусть погорит. Ну, теплей. Она там устроилась сейчас. Спать. В избе я оставляю мешок с рисом, гречкой, с сахаром и одну сушеную рыбину. Больше ждать погоды у моря не надо. 17 июля. Днем плюс 17. На солнышке. Лето. Куропатыча травка цветет. Ковер. Итак, можно сказать, отсюда я начинаю свой маршрут через Таймыр к мысу Челюскин. До точки старта я добиралась 5 нелегких дней и ночей. 25 километров всего-то, казалось мне. Только потом я выяснила, что было 50. Куропатыча травка цветет. 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 Продолжение следует...